Сцену оперного не перевезли в Нью-Йорк. Нет, это западный антураж в Татарстане. Три часа экспериментов с джазом, рок-обили и татарской народной, которая по задумке должна и сегодня оставаться актуальной. Мы должны сделать так, чтобы не только в Татарстане, а вот наша татарская песня, татарская музыка, она звучала везде. Как бы ты спела эту песню у себя на родине в Италии? Итальянская дива Люси Кампетти, единственная, кто о фестивале узнал, находясь в Европе, из соцсетей. Захотела спеть на непривычном ей языке, связалась с организаторами. Мне было очень интересно выйти на сцену с татарской песней, потому что я не знаю татарского языка. Он очень сложный, наверное, один из самых сложных, что я учила за всю свою карьеру. За раз на сцене десятки инструментов. От хорошо читаемых, например, духовых до еле слышимые перкуссии. Перед организаторами стояла непростая задача – подзвучить их все для полноты звука, чтобы все эксперименты удались. Сложно было, чтобы не перегрузить звукоусилением. Фестиваль закрыл касту, когда уже не оставалось свободных мест. Еще две недели назад все билеты были распроданы. Поставлено очень красиво, молодцы. Я доволен, что пришел. Впервые такие эксперименты зрители увидели в прошлом году. Узгаря Жиле стартовал по инициативе Рустама Миниханова. Он и проходил при его поддержке. И личной оценке. В этот раз он отметил колоссальный труд всего коллектива. Куда ветер подует дальше, детали третьего сезона пока не раскрываются. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова